Депутат Ты возглавляешь совет молодых депутатов Нижегородской области Если я правильно называю организацию Расскажи в чем суть этого совета К кого он себя объединяет Совет молодых депутатов был организован в 2012 году Я его возглавил в 2015 В него входят все молодые депутаты Практически со всей территории Нижегородской области Муниципальные депутаты районов Сельских поселений И городских округов Более 300 участников 300 участников В чем задача совета молодых депутатов? У нас несколько направлений В основном это обучающий блок Мы обучаем молодых депутатов Совместно с Российской академией народного хозяйства Нижегородским филиалом Там идет первоначальный блок обучения Кто такой депутат, представитель органов власти? Что такое представительный орган власти? Как работает, как формируется бюджет? Как тратится бюджет? То есть основом законодательства касательно муниципальной власти То, что касается муниципалитетов Вообще я считаю, что хорошо, что депутат Саровской городской думы Олег возглавляет такую организацию Получается, общую областную Достаточно высокий статус для нашего города Для нашей городской думы Но мы находимся у тебя в округе Я на улице Некрасова Здесь дом 5 Вообще, опиши в свой округ Какие задачи, какие проблемы С чем пришлось столкнуться как депутату? В 2015 году Очень много встречался с гражданами С жителями округа Основный вопрос, конечно, это жилищно-коммунальное хозяйство Это классическая история Да, наверное, у всех на округе Соответственно, есть вопросы по парковочным местам И замене, или установке новых малых архитектурных форм Пойдем покажем нашим зрителям Ну вот мы пришли, Олег, расскажи Вот я смотрю новое асфальтовое покрытие Поребрики То есть, я так понимаю, это тот самый проект уширения Да, это второй проект уширения Который удалось реализовать на округе Стоит он более 250 тысяч Ну, это на деньги депутатской фонды То есть, за счет городского бюджета За счет городского бюджета По линии департамента городского хозяйства Сколько здесь машин и мест было создало? Должен было более 20, но сократили проект Где-то там 10-15 машин умещаются Ага, еще был еще один проект Я так понимаю, это уже не первое уширение Потому что в новом районе остро стоит вопрос парковок Да, очень остро стоит Мы совместно с нашим коллегой Динденком Виктором Сделали совместный проект Рядом с Некрасова 3 Это округ Это дом моего округа И его семашка 6 Мы сделали посередине Уширение проезда Соответственно, и его жители могут парковаться На этом уширении И мои жители Ну, это, я так понимаю, уже совместная работа Совместный проект Деньги И с его фонда И, соответственно, с моего фонда Ну, это фонд Фонд это несколько Так это мы Как это, жаргонно выражается Это мы называем его внутри Да, да То есть, просто сейчас вот ноябрь И в это время обычно происходит Формирование планов на следующий год Вот сейчас 19-й год Значит, мы уже подали свои заявки на 20-й Все это было сделано в 19-м году За счет городского бюджета По линии благоустройства Вот такой вопрос Может быть, не все ее еще знают Или, может быть, захотят прийти Где у тебя проходит прием Где место встречи с избирателями Как часто они проходят В какое время Конечно, все у нас в шаговой доступности Прием идет Ведется людей в КБО На улице Курчатова, дом 3 Курчатова, дом 3 Да А кабинет 212 Это кабинет Совет ветеранов Микрорайон номер 6 А в какое время? Каждую последнюю субботу месяца С 12 до 15 С 13 до 15 Пока идем Вот еще такой вопрос Есть ли какое-то взаимодействие С общественными организациями С ветеранскими движениями? То есть, тут какая-то деятельность ведется? Да, конечно Как я уже сказал Прием я веду в помещение Совета ветеранов 6 микрорайона Это, мне кажется На мой взгляд Одна из самых активных ячеек Совета ветеранов Мы проводим очень много мероприятий У нас много проводится чаепитие С нашими избирателями Много мы выезжаем за пределы города Осуществляем Проводим обзорные экскурсии Вивеево Другие какие-то населенные пункты Те, которые Сами выбирают Избирателя И, соответственно Члены Ну, а с точки зрения проблем Они доносят Я знаю, что это достаточно Активные населения Которые, как сказать С живого не слезут Но Вопрос в том, что Они, как обратная связь Всегда для депутата полезны В этом плане Исключительно Всегда Ухожу с большим Пакетом поручений Наказов Которые потом Соответственно Приходится Не приходится Потом По мере Решения Я связываюсь С теми бабушками Дедушками Которые С инициаторами Да, да С инициаторами проблемы И Рассказываю О ходе О ходе решений Какие-то Получается Решить Телефонным Звонком Или Где-то Приходится Включаться Включать Депутатский Ресурс Депутатский Запрос А где-то Приходится И через Госжилинспекцию И через другие То есть Воздействие Через надзорные органы Через надзорные органы Да Кстати Немаловажный факт Проблемы Которые Связаны С ЖКХ Зачастую Требуют Привлечения Государственной Жилищной Инспекции И Это один из инструментов В принципе Воздействие И могут Воспользоваться Как обычные жители Так в принципе И мы Как депутаты Я тоже сам зачастую Пользуюсь этим инструментом Потому что Жалоба в жилинспекцию Очень быстро рассматривается И доводится До управляющей компании Ну Та, которая занимается ЖКХ До логического завершения Да И обычно до устранения проблемы Потому что Ну надзорный орган Он штрафы выписывает Да Но сейчас Мы направляемся На детскую площадку Я думаю Там еще немножко Поговорим Еще Ну вот мы и дошли Я так понимаю Вот этот кораблик И Комплекс для воркаута Да Сколько Как это Что почем Что почем Не могу сказать Закупки проводил Департамент городского хозяйства Вот это Появилось здесь первым Сразу В 16-м году Так как Здесь практически Ничего не было Была Старая Бетонная Песочница Ну и практически Ничего не было То есть Как я обещал В 15-м году Маленькие жители Этого дома Получили вот такую Хорошую Детскую площадку Вот этот комплекс По воркауту Мне попросил Молодой человек Когда Я был Приглашен В Березку На вот этот Молодежный форум И Он тоже был Житель Житель Моего Моих Моего округа Вот Некрасова Деет И он попросил Поставить Так как Очень много На старых турниках Занимаются Людей Вот такой Такой комплекс Даже с основанием То есть ПГС С обрамлением Поребриками Чтобы Было Травмобезопасно И самое главное Она пользуется Спросом Да У населения Всегда пользуется Спросом Олег Традиционный вопрос Который я задаю Всем своим гостям Я так для себя Решил В этой передаче Вопрос Касается Твоего Участия В предстоящих выборах В 20-м году Есть ли желание Продолжать Баллотироваться У депутата Мой депутатский Срок В этом В этом году 13 лет Есть много Задач Которые еще не решены На округе Возможно Прямо решение Все будет решено На следующем году То есть Нужно что-то доделать Конечно Еще есть время Чтобы принять решение У нас так Владимир Владимирович Это самое Любит говорить Пойдете вы на следующий срок У меня много работы Работы Затем много Много Мы запланировали Регулярные встречи Соответственно Делаем такие отсечки То что успели сделать С жителями То что нет И многое конечно Зависит от активности Самих избирателей Там где Там где Есть дом Активный Где есть совет дома Где совет дома Постоянно На контакте Мы очень много Успеваем сделать В тандеме Да Это правильно Взаимодействии с депутатом На прямую жителя Не только в формате Просьбы Обращения И так далее Но и самостоятельно Как от деятельности Она всегда больше Приносит пользу И результат соответственно То есть Это все зависит От желаний Самих жителей Развивать свой дом Развивать свою территорию Ну это была программа Городской дозор Я Петр Смирнов И я автор ведущий Со мной был Олег Бабушкин Депутат по округу номер 16 Олег Очень приятно было Спасибо за то, что пришел Спасибо за то, что пришел Спасибо за то, что пришел